Моя путешественница опять меня мучает Не дает ни поспать, ни отдохнуть, ничего У нас сегодня есть небольшие домашние дела А после их окончания домой, 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 домой В деревню, в глушь, в глушь Шаратов Одна из самых запутанных площадей Для автомобилистов, я имею ввиду Так вот, едешь и запутаешься Таганская площадь Образовалась очень давно, но считается где-то 16 век А может и раньше А что такое Таган? Таган, 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 Таган Оказывается, Таганами называли такие железные обручи С трехножкой, на которые ставили котлы для приготовления пищи Таганок, может все знают такое слово Вот именно от этого и образовалось название Таганская площадь Станция метро Таганская Построена уже после Второй мировой войны После окончания Великой Отечественной В 1950 году 1 января 1950 года В средние века в Москве был земляной вал Вал из земли Это такие ворота в белый город Древний город Москва Все мы помним этот эпизод из фильма «Офицеры» В самом конце, когда внучок выходит До слез В этот момент, да, Алла? До слез Филиал детского мира Строговый центр «Звездочка» В 1914 году этот дом построили как доходный Ну, так скажем, гостиницы, апартаменты сдавали для проживания И называли его плоским Почему плоским? Ну, наверное, вот ширина его очень маленькая Земля-то была дорогая Сейчас я вам покажу поближе, насколько он узкий Дом купца Гребетчикова Занимался табаком, табачными трубками Знак бога торговли Гермеса Театр на Таганке Построено это здание, которое мы видим в 1912 году Потом здесь был кинотеатр И далее уже театр драмы и комедии на Таганке знаменитый В 1970 году к нему пристроили новое здание Когда-то в 70-80-е годы здесь было не протолкнуться Постоянно стояли люди и спрашивали билетик Некоторые даже, чтобы попасть в театр, ночевали здесь Чтобы первыми быть Записывались в очередь И доставали билет на спектакль Это был билет на спектакль Это было, ну не знаю, можно сказать, валютой Здесь играли Владимир Высоцкий У театра улица Высоцкого И портрет Владимира Семеновича Высоцкого И здесь же находится музей Высоцкого Улица Высоцкого, дом 3, строение 1 Хотите увидеть Москву 17-18 века Вот, милости просим сюда на улицу Верхняя Радищевская Прогуляйтесь, посмотрите Как все было Впереди у метро Таганка Очень красивый храм Называется Церковь Николая Чудотворца На Болванке Построена в 1680 году А Вы спросите, что такое Болванка? Вот не поверите, если я расскажу вам эту историю Она должна быть близка женщинам, модницам Женщины 18-19 века очень любили носить шляпки Мода такая была Да и сейчас некоторые носят Так вот, чтобы сделать шляпку Нужна была болванка На которой, например, фетровую шляпу На которой на этой болванке шляпу и делали Я не знаю, как это правильно называется Как обувь делают, как валенки делают Так вот болванка существует и для производства шляп Итак, церковь Николая Чудотворца на Болванке 1680 год Продолжение следует... храм успения пресвятой богородицы в гончарах здесь болвановка там гончары на таганке издревле жили ремесленники московский ресторан известный некоторых кругах джон-дон жан-жак шикарная купеческая улица верхняя радищевская выходит высотки на котельнической набережной памятник радищеву а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому Продолжение следует... В одном из крыльев здания высотки на Котельнической набережной Знаменитый кинотеатр Элезион Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Недалеко от здания на Котельнической набережной Небоскреба есть музей русской иконы... Афонское подворье... Афонское подворье... Афонское подворье... Афонское подворье... Афонское подворье... Комплекс храма святого великомученика Никиты... Дальше мы идем по Яузе... Неизвестно куда... Штурман загадочно... Загадочно улыбается... Загадочно... Гоночный автомобиль... Алла, а кто за рулем сидит? Гоночный автомобиль... Афонское подворье... Алла говорит, что это мастер и Маргарита... Не знаю... Не знаю... Алла, как знаток, говорит, хотели эту машину с мастером и Маргаритой поставить на Патриарших прудах... Но что-то местные жители возмутились... Афонское подворье... 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 музей кафе я знаю что ты любишь скульптуры рукавишников я люблю красивые скульптуры понятно здесь будут и красивые скульптуры я тебе точно гарантирую тебе понравится потому что музей далее в испании тебе очень понравился а здесь тоже секунд необычно ну пошли пойдем я думал это кресло для для наиболее экзотичных особ например как для вы садишься и прям за стол с борщом а 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Главная скульптура, смотри, это кот. Конечно. Ну это вообще главная скульптура. В принципе, музей посвящен. Смотрите продолжение в следующей серии. Музыка. 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 А эта композиция называется «Мама». Да? это не кузнечик коты в творчестве рукавичников наверное самое главное тушканчик как называется любимая скульптура алла какая теперь вы знаете вкус аллы сама скал твоя любимая ну на любите на любителя нет творчество любого художника на любителя если художник делает что-то и всем нравится это что-то ненормальное поэтому художник должен творить вызывать споры вызывать интерес и считаешь даже крик это обязательно как впрочем и наше с тобой творчество понятно а я тебя пригласила на бизнес-ланч в этот ресторан вот нам уже месяц накрыли себе я взяла немного вина это отдельно бизнес-ланч здесь недорогой 380 рублей на человека а вино можете брать или не брать вино тоже недорогое местное 280 это что у нас реклама идет это никого не касается так что я за тебя хочу быть Спасибо. 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 Спасибо.